Hello, это Катюха из Токио, из Шэхау совещает своего на Синджуку, и накопилось много вопросов. Погнали! Почему Япония? Про это я ответила уже в первом видео, которое я выкладывала про Японию. Если вкратце, то потому что я супер влюбилась в эту страну после моего первого визита сюда. Моя глобальная цель в Японии — это прямо-таки получать удовольствие от этой жизни, поузнавать новую культуру для себя, поснимать очень много контента, потому что я хочу снять несколько небольших таких документалок про какие-то там производства, например, матчи, про то, как делают кимоно. Вот, мне для этого нужно сначала найти каких-то японцев, которые согласятся сниматься. И, наверное, моя третья цель — это как-то поработать над своим японским разговорным, чтобы я нормально могла общаться с людьми. Может быть, я не буду гением в канзе, именно в написании чего-то. Я хочу именно вот разговорную речь отфигачить. На каком языке ты говоришь с местными? Хотела бы я сказать, что на английском, но тут его никто нихрена не понимает. Конечно же, я пытаюсь общаться здесь на моём таком ломаном японском, типа «Ээ, а где туалет? Ээ, а где мясо лежит? Эээ?» Ну, типа такого. Ты туда одна полетела или с кем-то из знакомых? Конечно же, одна. Кто со мной полетит в Японию? Это вообще где? Надолго ли туда полетела? Ну, крайней мере на год, пока я буду учиться в языковой школе. Дальше у меня есть ещё какие-то планы вне Японии и вне России, вот, но об этом я чуть-чуть потом расскажу. Надо сначала накопить на это денег. Чё, как тут в Японии на данный момент? Такой вот вопрос. Я могу сказать, что очень даже неплохо, никто не прячется, когда я говорю, что я из России, что довольно приятно. Никто там не перестаёт, типа, общаться и так далее. То есть все, как бы, очень сильно адекватные, всё, как бы, круто. Никаких даже, не знаю, у меня не было неудобных моментов, что, типа, я русская, да, хотя я думала, что могут быть какие-то непонятности. Вот, но пока никаких ситуаций, каких-то критических неприятных не возникало. Как мне тут живётся? Ну, живётся довольно неплохо. Уже сейчас три недели. Это неплохой такой срок. И я, в принципе, нашла какие-то магазины, где я люблю уже покупать еду. Я нашла какие-то дороги, которыми я всегда хожу. То есть я понемногу ориентируюсь уже там на щенчуку, как дойти до школы, как везде там добраться. С метро нормально. А где я живу и учусь? Я учусь в Арк Академии в Токио. Есть несколько этих школ. Даже в Токио есть две. Я учусь только в той, которая на щенчуку. И живу я в общаге. Здесь у меня каждый снимает себе комнату. У нас общий душ, общая ванная, общая кухня. Но я, кстати, за три недели так ничего толком и не готовила. Ну, потому что мне не хватает на это, честно говоря, энергии. Кухня сильно отличается от той, которой я привыкла. Потому что я всё-таки пришла из общепита, где я работала на красивых, шикарных, оснащённых кухнях. А здесь такая кухня, ну, общажная. Сегодня я в первый раз выбралась на кухню, чтобы не только сварить яйца. Сегодня я их даже не варю. Сегодня я, ну, на завтрак. Правда, странно, я жарю мясо. Но это у меня типа такой завтрак-обед. Вот, поэтому потом у меня ещё будут грибы. Я купила ещё дайкон. Показалось, что там муха сидит. Короче, сейчас будет мега-завтрак. И потом будет мега-сортировка мусора. Какая сейчас погода в Японии. Когда я прилетела, было просто, мама дорогая, я прилетела в самый разгар пекла. Вот вы мне типа пишите, что 30 градусов сейчас в Москве, сейчас там 32, прям апокалипсис. У нас 32. Это холодно. Это очень хорошо, когда 32. И ощущается, как будто бы 42. И ощущение, как будто бы тебя варят, как будто бы тебя готовят как блюдо куда-то. То есть тебя медленно варят на водяной бане, потому что ещё очень сильная влажность. Из-за этого ощущается температура гораздо выше. И меня, честно говоря, очень сильно накрыло в эти дни, потому что мне прям было очень плохо. Ну, очевидно, да, то есть человек, который, для которого 25 градусов, это уже очень жарко. Если ты попадаешь из России в Японию, когда тут 42, тебе немножко нехорошо, да, начнём с этого. Но грядёт август, когда будет ещё хуже. Когда будет солнце, не будет вообще никакого ветра. Будет просто беспробуйная жара. А ещё был вопрос, за сколько можно приехать в Японию до начала учёбы? Я приезжала за две недели, потому что я рассчитывала, что мне придётся сидеть небольшой карантин в размере там 3-4 дней. У меня, к счастью, его отменили. И у меня было очень много времени там для путешествия. Потому что потом начнётся учёба, и вам нужно будет обязательно ходить на эти пары. Потому что если, например, вы будете пропускать занятия, и у вас будет посещаемость меньше там 80%, то вас могут депортировать. Поэтому нужно попутешествовать, когда есть возможность. Я вроде бы ответила на все вопросы, и чтобы сделать наши видео ещё более насыщенными и полезными, хочу ввести что-то типа рубрики. Не рубрика, там типа комплименты дня, да, вы сами понимаете. А сделать рубрику, типа, интересный факт про Японию. Неплохо? Неплохо? Ну, мне кажется, неплохо. Вот, поэтому интересный факт про Японию. Значит так, интересный факт. Японский язык включает в себя четыре уровня вежливости. От разговорного до особо вежливого. И это основная проблема при изучении японского языка, потому что есть разные уровни вежливости. Каждый из них при формировании предложений формируется по-разному. И все иностранцы, кто учит язык, все просто говорят... Вот поэтому узнайте, что можно говорить на вежливым, ещё более вежливым, и ещё капец как в вежливом японском. Эй, только не забудьте, пожалуйста, подписаться. Для меня это очень-очень важно. И это очень сильно, вообще-то, мотивирует к работе. Спасибо. Опять забыла ещё сказать. Напишите ваши новые вопросы, которые у вас появились, и я отвечу на них уже next time. Теперь точно всё. Спасибо.